Председатель парламента, вице-председатель ДПМ Андриан Канту сделал ряд заявлений, которые вызвали бурную реакцию в медийном пространстве. Их комментировали политики, политологи, журналисты и всевозможные аналитики. Все дело в том, что некоторые тезисы от одного из руководителей ДПМ прозвучали впервые. И важный вопрос, который напрашивается в этой связи, можно ли их расценивать как позицию всей правящей коалиции. Ибо именно эти люди в конечном итоге и формируют политику власти на этом этапе. Разбираться будем принципиально, ведь вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте. И я с удовольствием представляю моих сегодняшних гостей. Это Валерий Гелецкий, председатель парламентской народно-европейской группы. Здравствуйте. Здравствуйте. И депутат, представляющий партию социалистов Республики Молдова, Василий Боле. Иван, добрый вечер. Здравствуйте. Итак, вот первонаперво, после назначения министра обороны, как бы вы, господин Гелецкий, охарактеризовали отношения правящей коалиции и фракции партии социалистов в парламенте? Вот каковы они? Ну, они такие, как были до сих пор. Партия социалистов или фракции находятся в оппозиции, есть парламентское большинство, и парламентское большинство на основании вотума доверия парламента, то есть правительство на основании вотума доверия парламента, выполняет взятую на себя программу. Есть, конечно, разногласия, есть и споры. Назначение министра обороны один из таких моментов, когда наши позиции не совпали. Ну, опять, в демократической стороне это вполне нормально, когда оппозиция, она не соглашается с тем, что власти назначают кого-то на какие-то ответственные позиции. Поэтому с этих соображений я не вижу в этом контексте ничего нового. — Благодарю вас. Господин Боля, как вы охарактеризуете отношения между правящей коалицией и фракцией партии социалистов? Какими они вот стали? Ухудшились? — Между нами никогда не было дружеских отношений. Мы находимся в оппозиции с момента, когда вошли в должность. Мы об этом публично сказали на пенозаседании парламента. — Что касается правящей коалиции, она за это время, скажем так, претерпела некоторые изменения в смысле того, что было три партии, в этой правящей коалиции сейчас их две. Из других партий перекупили, переформатировали. Это правящее большинство, где доминантой является демократическая партия Плахотнюка. И, в принципе, ничего такого не изменилось. У нас есть своя повестка дня, у правящей коалиции своя повестка дня. К сожалению, то, что вы сказали, что на серьезные должности назначаются несерьезные люди, вот поэтому мы и говорим об этом. — Я так не говорила. Я не давала оценку на какие должности. — Позвольте мне, с нашей точки зрения это произошло именно так. На очень серьезную должность в нашем государстве поставили несерьезного человека, которому, я извиняюсь за выражение, но маловато опыта у человека вообще, что касается администрирования таких серьезных мегаструктур, как министерство. — То есть аргумент господина Канду, что он вырос не как все мальчики в песочнице, а среди танков, как он сказал? — Ну, вы знаете, говорили о том, что вот у человека есть опыт, был советником, премьер-министра. А у меня вопрос, а что если он такой уж вундеркинд, да, и такой опытный человек, почему его не поставили, не знаю, управлять министерством образования? Он же был премьер-министром. Или почему его не поставили, не знаю, быть министром соцзащиты, медицины? — Господин Боря, надо дать право тем, которые находятся во власти, чтобы они решали, кого куда поставить. — Да, мы вас спрашиваем, если вы говорите о том, что человек прям такой опытный, да, в свои 30 лет и может управлять армией, да, и целым министерством обороны, — Ну, почему бы ему, а почему бы его не поставили, там, не знаю, управлять сельским хозяйством? — Дайте ответить, видите, вы перебиваете. — Нет, это был вопрос просто. — Хорошо, я отвечаю на вопрос. Дело в том, что господин Стур за имя действительно достаточно большой административный опыт, потому что, будучи советником премьер-министра в течение 6 лет, это достаточный опыт. Кстати, я говорил с госпожой Гречаной на днях, и я ей задал вопрос, она говорит, да, у меня советники были очень хорошие, я им полностью доверяла, поэтому надо учитывать тот факт, что когда ты находишься в таких структурах, ты набираешься опыта, раз. Что касается возраста, ну, могу я вам задать вопрос, господин Дадон, во сколько он стал министром экономики? Он был моложе, чем господин Стур за, поэтому не надо указывать на возраст, потому что возраст, собственно говоря, это не недостаток. — Чуть-чуть старше. — Нет, нет, чуть-чуть старше, ему 31 год. Вот, Евгений Стур здесь сегодня почти 33, поэтому вы не правы. Уже два года разница есть, поэтому то, что касается возраста, уже как бы аргумент не выдерживает критики. — Но господин Дадон экономист. — Нет, ну какая разница экономист и экономист. — И управлял экономикой. — Послушайте, это имеется в виду, что по образованию, да? Вы это хотите сказать? — Знаете, у нас в стране, я прошу прощения, у людей есть такое выражение, кто на что учился. То есть господин Дадон учился на экономиста, и он чувствовал себя, как рыба в воде. — Как он себя чувствовал, это ваше мнение. Мое мнение, что не совсем господин Дадон справился с этой должностью, но это опять наши субъективные политические оценки. Я хотел сказать о другом, о том, что сегодня во многих европейских странах не только молодые люди, как господин Стурзе, но бывает иногда даже молодые, скажем так, девушки становятся министрами обороны. Поэтому это не является недостатком. Мы говорим о том, что... Послушайте, еще раз, дайте мне договорить о конце. Мы говорим о том, что на такие должности очень важно, чтобы была политическая поддержка. Вот эта политическая тесность, когда берешь на себя за какого-то министра, это очень важно. Вот этот элемент очень важен. — Я вот считаю, что... — Прошу прощения, я понимаю, что господин Стурзе не будет управлять министерством обороны. — Нет, ну это вы так понимаете. Это ваше понятие, это исключительно неверное понятие. Время покажет. — Нет, я сейчас говорила об объяснении господина Канту. Понимаете, то суть по его логике, если я, например, родилась в семье сосудистых хирургов, и видела, что родители какие-то снимки приносят домой, я вот играла с этим всем, это еще не факт, что я могу быть хорошим хирургом и пойти по стопам своих родителей. Просто мы услышали это объяснение. А то, что касается политической подоплеки господин Гилецкий, вы знаете, вы правы. Знаете в чем? Потому что ведь как объясняют назначение, что просто-напросто вы находитесь в правящей коалиции, и от вас, от партии господина Лянко, вам предложили выдвинуть кандидатуру, назвали человека, ну конечно вы ее поддержите, ведь так. — Ну послушайте, это внутреннее дело партии. Как вышли к тому, чтобы господин Стурзе был, скажем, выдвинуть на эту должность и так далее. В каждой партии есть свои, скажем, нюансы, когда кого-то куда-то выдвигать. Кстати, опять возвращаясь к первому вопросу, в нашем парламенте и в этом созыве, и в предыдущем созыве есть депутаты, которые тоже когда-то были советниками. Поэтому еще раз говорю, этот опыт, который ты накапливаешь, человек становится депутатом, может стать министром и так далее. В этом ничего ошибочного нет. Если бы с юридической точки зрения господин Стурзе не подходил, мы бы стали разбираться. Что касается профессиональной части, это опять чисто субъективно. Мы говорим о правительстве. О правительстве все назначения политические, понимаете как? Знаете, я очень рада одному. В этом я и говорю, что он не будет работать на этой должности. Я слушаю вас, я знаете, чему радуюсь? Я радуюсь, что не предложили квоту министра здравоохранения. Потому что если бы на должность министра здравоохранения предложили бы специалиста из сельского хозяйства, я бы, наверное, больше нервничала. Хотя здесь тоже есть вопросы. Ладно. Раз вы говорите, что это внутреннее партийное дело, скажите, пожалуйста, вот отношения между фракциями, я поняла, они напряженные достаточно. Вы оба говорите, что любви особо нет. Нет, ну это нормально в политике. Мы не замечаем ее. Нормально это тоже хороший вопрос. Мы можем как-то с вами тоже поспорить на этот счет. Любить мы будем своих жен. Что касается работы в парламенте, в парламенте надо работать. Сегодня мы вообще не о любви. Хотя можно, да. Согласитесь. Я вот хотела бы узнать, каковы отношения в самой правящей коалиции. Вот скажите, пожалуйста, все ли решения, которые предлагают демократы, вот ваша парламентская группа, вы их поддерживаете? И если не все, то назовите, пожалуйста, конкретно, какие вы критикуете? Ну, конечно, мы не со всеми... А вы знаете, вот одни демократы за все отвечают. Может, не очень справедливо. Мы со всеми соглашаемся. У нас, например, были разногласия, когда мы голосовали пакет законов по ГГУЗе. И у нас были разногласия. Потом мы настаивали, согласились с нами. Господин Радон не промульгировал эти законы, они вернулись в парламент. Демпартия решила, давайте еще раз вернем эти законы в рабочую группу, чтобы мы их там дополнительно обсудили. Хотя наша позиция такова, что то, что мы проголосовали первый раз и к чему пришли, это очень объективный, скажем так, и хороший компромисс, на котором следовало бы остановиться. Это один из примеров. Поэтому бывает иногда обсуждаем какие-то опять вопросы по поводу, например, у нас были... И, кстати, до сих пор этот закон об отмывании денег он еще не принят. Потому что есть очень много поправок, мне кажется, и со стороны вашей фракции тоже есть поправки. Мы не можем найти еще тот компромисс к тому, как этот закон должен выглядеть в окончательном чтении. А были ли такие моменты, где вы принципиально поступали, так, как поступили, например, господин Гелецкий, вы? Вы же не голосовали за закон о равенстве шансов? Были ли такие моменты, когда вы категорически не соглашались с тем, что делают демократы, сказать, нет, мы голосуем по-другому? Вот один из последних примеров, когда в день закрытия сессии, если мне память не изменяет, переголосовали закон о казино и вот этих играх, как они называются? Озартных играх, да. Я сказал принципиально, что не буду голосовать. У нас в группе мнения разделились, некоторые проголосовали, а я не проголосовал за этот закон. Вы как всегда, да? Для меня это было принципиально, что я за этот закон переголосовать не буду. Господин Боля, к вам теперь вопрос. Вот смотрите, то, что сейчас говорит господин Гелецкий. Ведь в обществе какое создалось мнение? Вот демократы навязали кандидатуру этого самого министра обороны, да? Да, значит, ну так уже они его отстаивали. Он, кстати, мог бы появиться перед прессой, ваш господин Сторг. А он появится? Я думаю, что на следующей неделе, в ближайшее время он должен появиться. Нет, скажу из опыта. Скажу из опыта. Я думаю, что с помощью социалистов в парламенте он появится. Да, здорово. Нельзя ли позвать его как-то и организовать ему пресс-конференцию? Потому что все журналисты все это время чем занимались, писали ему смски и звонили. Параз 50 в день. Он не отвечал, как будто его нет. Это не очень понятная позиция. Господин Боля, может быть, вам стоило на самом деле в этот период как-то критиковать не только демократов, да? Пытаться, может быть, обратиться к представителям этой парламентской группы и сказать им, слушайте, вот посмотрите, именно ваша... Да, это парламентская группа вся под демократами. Именно ваша, да. Но вот сейчас господин Гелецкий будет, наверное, быть... Ну, господин Гелецкого, может быть, отдельное мнение. То есть вы считаете, бесполезно это было? Конечно, бесполезно, о чем мы говорим. Потому что, во-первых, то, что вы заметили, что ППЕМЕ, да, Народно-Европейская партия. ППЕМЕ, они вышли, не знаю, видел только одно-два заявления господина Лянко, а остальная группа не выходила, так рьяно, скажем так, не поддерживали, не боролись за застаивание этой кандидатуры. Мы видели председателя парламента, видели других, остальных, то есть от ППЕМЕ мы не видели такого, скажем так, рьяного напора для того, чтобы удержать, да, или вот отстоять своего кандидата. Поэтому... Я не знаю, о чем вы говорите, да, потому что наш кандидат стал министром. Мы выпустили коммунике группы нашей, разостали прессы, понимаете как. Так у всех есть претензия, как он стал, я понимаю, да. Я еще раз говорю, ну, по-разному можно стать. Скажем, эти детали, я не уверен, что они очень важны, чтобы мы их сейчас обсуждали. Премьер-министр выдвинул эту кандидатуру, господин президент отверг один раз, второй раз была выдвинута кандидатура, господин президент отвергивал второй раз, было решение Конституционного суда, и все, все нам известно, что там. Я думаю, что вы зря так это упрощаете, господин Гелецкий, то есть вы говорите, давайте об этом не будем говорить, я вам скажу, что только все начинается, я вас сейчас разочарую. А начинается все то, потому что у нас есть еще закон об обороне, да, вот у нас есть, и в соответствии с этим законом там есть масса, вот не поверите, целый перечень вещей, где необходимо взаимодействовать с Верховным и Главнокомандующим, который для нового министра обороны это народ. Вот, и непосредственно министру и всему министерству. Я думаю, что это все только начинается, и вот в полной мере мы поймем весь ужас этой ситуации, когда у нас будет, не дай бог, какая-нибудь критическая, да, вот такая вот точка. И вот тогда, я думаю, все эти заявления, вот их вспомнят, и решение Конституционного суда в том числе. Давайте так, то, что вы, скажем так, описываете, это возможно, никто не исключает, мы живем в такое время, когда могут произвести какие-то, скажем, непредвиденные события. Однако, эта ответственность ложится в равной мере и на президента страны, и на министра обороны, на премьер-министра. Поэтому нельзя так говорить, что за это будет отвечать только министр обороны. Я за то, я всегда радовал за то, я даже недавно был на передаче с господином Цурканом, я сказал, что меня спросили. Я не голосовал за господина Дадон, но я считаю его президентом в республике Молдова. Есть такие, которые считают, что Дадон не мой президент. Я так никогда не утверждал, потому что раз он выиграл эти выборы, он президент страны. Но это не означает, что президент страны, или это не означает, с другой стороны, что министр обороны, премьер-министр, они не должны сесть, найти точки соприкосновения. Есть закон, как вы говорите. Я думаю, что президент тоже заинтересован в том, чтобы армия была, скажем так, имела хорошее обмундирование, хорошее состояние военное и моральное, и такое военное, скажем, в полной боевой готовности. Я думаю, что здесь нужно найти, ведь же все-таки мы государственные люди, мы не только, скажем так, политически где-то не соглашаемся. Мы должны осознавать, что есть ответственность, понимаете, за наши действия, за то, что... Ответственность, мне вообще это слово очень нравится. Господин Боля, ну вот предлагают они, министр-то все равно мы организовали его инаугурацию, а вот теперь говорят, а мы теперь за мир. Вы как верите вот в эти заявления, что вы намереваетесь этим делать? Ну, во-первых, этот министр должен будет показать, насколько он ответственный министр, и насколько он хорошо знает всю эту кухню армейскую. Честно вам сказать, я не думаю, что этот министр справится. И то, что я вам говорил, что не он будет управлять, вот мне сейчас пришла мысль, я вспомнил, что в законе написано следующее, что если на должность министра обороны назначают гражданского человека, гражданскую персону, то в дальнейшем министерством будет управлять начальник генерального штаба. Человек вполне армейский, который знает всю эту армейскую кухню. Вот поэтому просто я думаю, что поставили человека для того, чтобы занял место, чтобы, знаете, как у нас, свято место пусто не бывает, хотя не знаю, насколько это место свято после того, как человек упал невзначай в это кресло. Посмотрим. Я еще раз говорю, если он, скажем так, публично не хочет выходить, чтобы над ним смеялись, либо люди поняли, что некомпетентен в этой области, то попробуем мы спросить у этого министра, как обстоят дела в национальной армии, что он за определенное время сделал или не сделал. Я думаю, что у нас будет повод увидеть его в парламенте. Поняла. Вот вы сказали слова о сотрудничестве, да? То есть вы выступаете за это, вы выступаете за взаимодействие, и вот, знаете, можно аплодировать, если бы не одно но. Вы говорите, хорошо, а выходит в эфир господин Канду и говорит о бойкоте Высшего Совета Безопасности. Говорит об этом, что вот если президент Дадон его не включит, то ни я, как председатель парламента, ни премьер-министр, мы не станем являться на заседании Высшего Совета Безопасности. И вот вы как-то это можете прокомментировать? Ну, я не знаю. Не, не за него, вот за себя ответьте. Вам это нравится? Мне нравится. Мне это не нравится. Я всегда за то, чтобы была координация, чтобы было взаимодействие между всеми структурами власти, правительства, парламент, президент. Опять мы за страну отвечаем. Поэтому я всегда за это радовал. К сожалению, вот эта поляризация, которая есть и в обществе, и между политическими, скажем, элитами, она оставляет свой опечаток. И это не совсем хорошо. Мне кажется, нужно все-таки иметь вот эту и политическую зрелость, и волю, чтобы все это преодолеть. Возвращаясь к тому, что господин Боля говорил чуть выше. Ну, и президент ни разу не был президентом. Я имею в виду господин Дадон. Однако он окружил себя советниками. И он во всех сферах, он тоже некомпетентен. Поэтому, опять... Но компетентными советниками... Вы же не знаете, сколько там военных будет в округе господина Стурза. Политическое назначение. Мы же все с вами, мы оба с вами политики. Мы должны понимать, что в момент, когда ты берешь на себя политическую ответственность, это не означает, что ты все знаешь. Но это... Согласен, с вами. Ты имеешь ответственность организовать, организовать команду вокруг себя, принимать какие-то ответственные решения, и действовать в рамках закона и конституции. Это все на своем месте. Понимаете, в чем дело. Иначе опять мы можем обвинить друг друга, кто им будет управлять. Я, например, не разделяю опять одно мнение, которое в обществе... Хотя иногда, как бы так, возникает какое-то сомнение. Я же не разделяю такой тезис, что господином Дадон управляет господин Путин. Он президент Республики Молдова. А так мы далеко пойдем. А можно любого обвинить, что за ним кто-то стоит, им кто-то управляет. Понимаете, господин Гелецкий, я вам говорю следующее. Я не против, чтобы молодые люди, вот даже в таком возрасте, становились министрами на таких серьезных должностях. Но, но этот человек должен иметь определенный опыт в смысле жизненного опыта. Этот человек должен быть, даже если он в таком, то есть молодым министром пришел, у него должен быть какой-то моральный авторитет перед теми людьми, кем он будет управлять. Вы понимаете? А я не вижу этого. И была попытка, скажем, не то что попытка, а намеки, я не знаю, как вам сказать. Дайте другую кандидатуру. Дайте другого человека, который профессионал своего дела. Если бы был найден... И его назначат. И нет никаких проблем. Но чтобы это был профессионал. А вы понимаете, назначив такого человека, я ничего, я его вообще даже не знаю, если честно. Вам сказать, хотя вы говорите, что он 6 лет был советником премьера-министра. Ну, это все известно. Ну, я не знаю, вот его как советника, не помню. Но если человек опытный, имеет определенный, не знаю, моральный авторитет в обществе, то его и армия примет, а у него ни опыта нету, и моральным авторитетом он не является. Ну, понимаете, такие субъективные оценки. И я понимаю, что у части населения, в частности, вот вы представляете определенную часть электората, да, возможно, они не доверяют, возможно, они согласны с вашим мнением. Но есть другая часть электората. Нет, господин Гилетский, можно к вашему мнению вернуть? Потому что это уже философская начинается такая тема. Я возвращаю вас сюда. Вот вы говорите, что вам не нравится, что будет бойкотировать спикер, премьер, вот заседание. А вы говорили об этом правящей коалиции? Вы сказали, господин спикер, вообще это не дело, давайте как-то вот с этим прекращать. Ну, на эту тему конкретно я не беседовал, то есть такой темы у нас не было в наших обсуждениях в коалиции. Больше всего мы обсуждаем те законопроекты правительственные, эту ситуацию, хотя она, наверное, стоит того, чтобы ее обсуждать. Я думаю, что стоит все-таки, когда речь идет об обороноспособности нашей страны, о заседаниях, о безопасности, где решаются самые важнейшие проблемы. Мне кажется, стоит ее затронуть. Там не только рассматриваются вопросы непосредственно обороны страны, потому что, что касается безопасности, идет речь и об экономической безопасности, и о банковской сфере. Там решается очень много вопросов и об экологической безопасности страны, то есть есть ряд, скажем так, широкий спектр вопросов, которые на этом совете обсуждаются. А тогда, когда мы говорим о том, что мы должны, то есть мы политические люди, мы должны думать о стране, и в то же время кто-то заявляет из власти, что мы будем бойкотировать, ну, вы знаете, можно дойти до нехороших вещей. Еще об одном бойкоте, не могу вас не спросить. Это бойкот референдума, да, то есть призывают демократы, партия Господин Ильянко. Нет, партия Господин Ильянко другой призыв сделала. Какой? Они призвали поддержать? Нет, они сказали, что граждане имеют права высказываться, то есть любой референдум, в частности этот референдум, он дает право гражданам, чтобы они решали. То есть партия не взяла на себя ответственность сказать, участвуйте, игнорируйте или бойкотируйте этот референдум. А вы, Господин Ильянский, вы лично, вы пойдете на референдум? Ну, я лично, скорее всего, воздержусь на этот раз, на то у меня есть причина, но вы меня чуть спросили раньше по поводу позиции партии. Да, потому что бойкот, бойкот у нас, знаете, такое популярное слово уже стало. Вот сейчас у нас бойкот референдума. И знаете, почему бойкотируют, Господин Ильянский? Я не знаю, почему вот вы думаете, вы сейчас, наверное, это объясните, но бойкотируют-то почему? А потому что социалисты его затеяли. Понимаете? И прямо об этом говорят. Вот плевать, что в городе такое происходит, вот все равно, что эти проблемы, что весь город грязный, разрушенный. Ну вот социалисты затеяли, не пойдет. Я вам скажу, у меня есть определенные принципы, я их высказывал и в другом контексте, эти принципы. Я за то, что когда человеку доверяет мандат, этот мандат 4 года. Кстати, я всегда выступал против досрочных парламентских выборов. Я приводил пример парламента Норвегии. В Норвегии по закону нельзя парламент распускать. Вообще депутат в Норвегии не может сложить свои полномочия. Парламент должен проголосовать, чтобы освободить его от этих полномочий. Бедные депутаты. Нет, нет, нет. Мы не об этом говорим. Мы говорим о другой концепции. Мы говорим о той концепции, что когда в стране сделаны выборы, 4 года тебе доверили, пожалуйста. В случае, если человек нарушил закон, его осудили, это другой разговор. А так это получается чисто другая политическая игра. Почему мне участвовать? Политически я имею много аргументов, скажем, против господина Киртуаги. Но с другой стороны, я не могу участвовать в этой, скажем так, кто-то ее называет не референдом, а какая-то политическая разборка. Есть срок, закончится срок. Пожалуйста, выбирайте более достойного мэра. Понимаете, в чем дело? Ведь же мы, когда его выбирали, мы знали, что мы его на 4 года выбирали? Или этого не знали? Знали? Зачем через 2 года этот референд министрировать? У меня только 2 вопроса. Первое. Судя по вашей логике, человек, который избран, он на 4 года может уже буквально публично совершать какие-то вещи. Нет, нет. Ну, секунду. Секунду, я поясню. С точки зрения закона, не всегда же можно ему предъявить обвинение. Ну, все же видят. Ну, все же видят, что происходит. Понимаете? И все как-то понимают, что да, вот здесь есть, мы видим, как у нас ремонтируются улицы, мы видим, сколько, какие деньги куда уходят. Но вот вы это говорите, ну, это ваша позиция. Вы говорите, политически, не политически. А вы как горожанин. Рассудите. Оставьте политику. Вам нравится? Я еще раз говорю, мне многое не нравится, но в момент, когда я пришел в день выборов за мэра города, я дал свой голос за господина Киртуаки. Я ему доверил 4 года, чтобы он управлял этим городом. Я должен понимать, что я на себя тоже взял эту ответственность. В следующий раз я уже буду думать, давать или не давать ему этот голос на следующий мандар. То есть, у меня только одна поправка. Да, пожалуйста. Речь идет не о 4-х годах. О чем? А с какого года у нас, господин, 2007-го? Нет, ну понятно, но... 10 лет, господин Кирецкий. Людмир, каждые 4 года были выборы. Он же не 10 лет был мэром без того, чтобы его не переизбирали, правильно? Но чтобы понять, что это за руководитель, это достаточно времени. Я так правила. 10 лет. Я понимаю, но опять же, после двух сроков, когда 2 года тому назад были выборы, люди что-нибудь знали, что он 8 лет руководил городом, почему все-таки дали ему предпочтение, не дали предпочтение кандидата от партии социалистов? Ведь же все-таки это тоже было решение политическое. Ну, раз так, опять, я, например... Господин Гилецкий просто русские хакеры не вмешались, поэтому ему удалось победить, понимаете? Потому что мы не будем сейчас говорить о том, как он стал примаром, и какова была эта ситуация. Не, ну, когда опять далеко зайдем, а как господин Дадон, президентом, все-таки все. Ну, это понятно. Насчет Дадона, они же прямо сказали, русские помогли. А вот насчет примара, понимаете? Моя позиция такова. Раз уже выборы объявлены действительными, господин Дадон стал президентом, он президент Республики Молдова. Так само, как господин Киртуак остался мэром города Кишинева. Мне ваша позиция понятна, я вас не переубеждаю, не имею просто на это права. Господин Боля, вот вы видите, да, что разные партии занимают вот такую позицию. И у меня души, они понимают, что вот есть нехорошие вещи. Даже вот господин Гилецкий говорит, что да, возможно, что-то есть. Как-то с ними работать, наверное, надо, нет? Работать надо с гражданами, а не с партиями. Партии могут выйти с определенной инициативой, и важно, поддержат ли их люди. Или ту инициативу, с которой выходит определенная партия. Что касается этого референдума, который пройдет 19 ноября в Кишиневе, это уже третья попытка была организовать инициативную группу и просто собрать подписи. Вот на третий раз эту инициативную группу зарегистрировали. И благодаря инициативе граждан, не благодаря нашей инициативе, что вот мы этого хотим. Мы этого хотим, это да. Но захотели граждане, которые пришли, подписались, больше 100 тысяч подписались за проведение этого референдума. А Киртуаки, вот как говорит господин Гилецкий, да, народ давал. Первый раз в 2007 году дали шанс, второй раз дали в 2011, да, в 2011, третий дали в 2015. Я не уверен, что ему дадут еще один шанс в 2019. А вот народу дали шанс один раз, и я уверен, что это единственный раз, когда народу дали шанс выйти и сказать, этот человек достоин или не достоин дальше управлять столицей. Если я вас правильно понимаю, вы предпочитаете прямо идти в народ? Мы предпочитаем, мы это и делаем, мы предпочитаем прямо идти в народ. У нас и советники, и депутаты, и наши активисты каждый день и по предприятиям ходят, общаются с людьми. И я уверен, что этот референдум пройдет, и я уверен, что люди скажут этому мэру, давай, до свидания. Поняла. Возвращаю вас к теме коалиции, потому что мы в основном об этом сегодня говорим. Вот смотрите, господин Канду, опять же, в его заявлениях, да и не только он, чуть раньше господин Плохотнюк, стали выдвигать, значит, в свои варианты будущей правящей коалиции, которая должна состояться после парламентских выборов. То есть, понятное дело, что, как господин президент, по-моему, пошутил, что делят шкуру не убит, он ведьм, ну да ладно. Вот, понимаете, это все очень активно обсуждается. Вот господин Плохотнюк сказал, с любой правой партией. Говорили о Майя Санду, говорили о господине Нинестасе, об унионистах я чуть позже там вот уже, значит, зачитаю. А нигде нет вас в этих вариантах. Я имею в виду партию господина Лянко. То есть, вам это не обидно, что вас даже всерьез, вот ваши соседи по коалиции, не воспринимают настолько всерьез, что вас даже не упоминают? Ну, можно и так истолковать то, что они говорят, а можно и по-другому истолковать. Так толкуйте по-своему, мы послушаем. Позиция такова на сегодняшний день, что партия, которой руководят госпожа Майя Санду и господин Настаси, они, и, кстати, если не ошибаюсь, и господин Шалару, они сделали заявление, что если войдут в парламент, они не будут делать коалицию с Демпартией. Ну, и Демпартия, конечно, как привет, так и ответ. То есть, они отвечают на этот вызов, который эти партии бросают, и поэтому в этом контексте нужно расценить то, что говорит Демпартия сегодня. Для нас, и я возвращаюсь к позиции, скажем, Народноевропейской партии, для нас очень важно, чтобы в будущем парламенте была сохранена проевропейская коалиция, проевропейское большинство. Поэтому я лично, давая интервью, неоднократно говорю, что, опять, это чисто политический, скажем, это для меня язык важен, что наш оппонент — это социалистическая партия. Я не считаю оппонентом партию, платформу, да, партию Майю Санду или партию господина Шалару или Демпартию. Это они конкуренты, но не политические оппоненты, потому что, если смотреть и доктринально, и по другим критериям, больше всего разногласий на сегодняшний день с партией социалистов. Поэтому ты не можешь воевать на двух фронтах сразу. Политически, опять мы говорим, мы воюем, идеи, как мы представляем развитие, модернизацию нашей страны и тому подобное. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу... Это с вашей точки зрения. А вот как вы думаете, вот вас власть не называет просто? Я еще раз возвращаюсь к вопросу, я говорю, что они не называют, потому что власть, или конкретно говорить Демпартия, она отвечает на те заявления, которые делали другие партии, что мы не будем с Демпартией. Не, ну что, господин Плохотнюк первый начал, он вышел и сказал, с любой правой партии. А потом Майя Санду вышла и сказал, вы токсичные. Вы не посмотрели, наверное, всю хронологию, потому что госпожа Майя Санду до этого несколько раз заявляла. Я лично был тоже на передаче, когда я их спросил, журнал ТВ был на передаче у них, я их спросил. Они говорят, нет, исключено, то есть Демпартии мы не будем. Я спрашиваю, хорошо, а если у вас будет большинство? Нет, большинство не будет. А что вы будете делать? Ну, не знаем, но мы все-таки не будем с ними заключать. То есть не обижают вас, вот пока эта позиция... Нет, я считаю, что, еще раз говорю, это в том контексте разногласий между этими проевропейскими партиями. Поняла вас, спасибо за комментарий. Максимум, что может быть, это коалиция проевропейских партий, которая будет находиться в оппозиции. То есть оппозиционная коалиция проевропейских партий. Ну, у них есть свое мнение... Видимо, об этом и Майя Санду и говорила. Я сейчас вам сформулирую свой вопрос, если позволите. Вот понятно, да, вот мы уже послушали. Вот смотрите, что мы наблюдаем. Ну вот все представители этих партий, которых я называла, вот для них прям своим долгом, вот прям сказать, что социалисты это наши враги. Вот господина Гелецкого не обижают, что Плохотнюк о них даже не вспоминает. А вас не обижают? Нет, они не вспоминают, они говорят, что у них два врага. А вот вас не обижают, что вот именно в партии социалистов, говорят, враг. Как вы как говорите? Это комплимент или это обида? Это ни комплименты, ни обида. Это просто изыскание, скажем так, фигура речи, да, которая использует власть по отношению к оппозиции. Что касается оппозиции, почему они нас считают врагами. И в принципе, где-то, знаете как, лично мне это импонирует, да. Вот если вы посмотрите на работу оппозиции в разные периоды, в разных составах парламента, оппозиция партии социалистов работает более четче. Удары, которые, скажем так, мы наносим власти, они, скажем так, более ощутимы по ним. Поэтому и они считают нас, скажем так, непримиримыми врагами. То есть вам это где-то даже льстит, раз выбрали вас в мишеню, значит, вы сильны. Так я понимаю? Ну, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Да, тоже известное изречение. Не, ну, там одно уточнение, потому что я говорил, вот те партии, о которых вы говорили, они направляют свои стрелы против двух партий. Против партии социалистов и партии демпартий. Поэтому вот у нас такой расклад политический немножко сложноватый, потому что, получается, с одной стороны, одна партия говорит, мы готовы делать с вами коалиции. Знаете, те против демократов, демократы против этих, но зато все хором дружно против социалистов. Понимаете? Это вот здесь как-то, мне кажется, спорить с этим, да. Вы знаете, что вам сказать? Тогда, когда вот эти партии, видя свои рейтинги, несмотря на то, что демократы, да, составляют нынешнюю власть, у них рейтинги, скажем так, практически на нуле. Для того, чтобы поднять себе рейтинг, чтобы тебя увидели, по крайней мере, да, ты должен бросить вызов самому сильному. Вот поэтому они бросают все вызов партии социалистов. Почему? Потому что даже если они, скажем так, простым языком скажу, даже если получат по морде, да, то народ это увидит, что вот таких маленьких, которые где-то попытались рыхнуть, да, на большого, получили... Поняла. Должный ответ. Я обещала про унионистов. Ну, вот впервые господин Канду очень честно и искренне заявил, он заявил, что он является гражданином Румынии, если уж на то пошло, да, он честно признался и сказал, что если он захочет, он будет баллотироваться в румынский парламент. Поэтому его не удивляет, что господин Басецку может проделать то же самое. То есть для него эти ситуации идентичны. Сказал, как сказал, то, что касается его прямой цитаты. Вот смотрите, выразил уверенность, да, что ДПМ сможет прийти к общему знаменателю с унионистской партией, так как получила соответствующий опыт в коалиции с либералами. Еще, по мнению Канду, у партии Шелару, да, есть хорошие шансы попасть в парламент, если участие в Басецку с самого начала будет задавать ритм. Вот такие хорошие, да, вот такие добрые товарищеские отношения вот у демократов с унионистами. Скажите, пожалуйста, вот ДПМ окончательно оформляется как правая партия? Никогда демократы раньше столь... Нет, я сформулирую до конца, доформулирую вопрос. Они не делали таких заявлений, особенно, когда эту партию возглавлял Марьян Ильич Лупу. То есть заявления были совершенно другого рода. По крайней мере, вслух Марьян Ильич это не говорил. Теперь вот такая риторика, такие комплименты унионистам. А может, это просто предвыборная риторика? Вот все хотим, весь правый фланг. Вот хотим всех, вот кто влезет, тот наш, нет? Ну, понятно, что это предвыборная риторика, говорилось в контексте следующих парламентских выборов, поэтому от этого нельзя уйти. Говорилось о возможных коалициях, с кем можно эту коалицию сделать. Но это не означает, что если партия, в данном случае Демпартия, или даже Народноевропейская партия будет делать коалицию с партией господина Шалару, она сразу же становится унионистской партией, или становится, скажем, крайне правой партией. И не о том идет речь, или что-то о том, что, а с кем ты делаешь коалицию? Смотрите, у Ангела Меркель, кстати, очень сложности большие в процессе формирования правительства, потому что большие разногласия между теми партиями, которые вошли в парламент. Они никак не могут найти этот общий знаменатель. И это непростая задача во многих европейских странах. Разберется, госпожа Меркель, но нам бы с собой. Нет, подобные проблемы в Молдове возникают. И когда Демпартия посчитала нужным, и с моей точки зрения, скажем так, опять, с точки зрения Народноевропейской партии, для нас я тоже не вижу возможным коалицию с партией социалистов. Конечно, партия социалистов, она думает, что они сами возьмут это большинство. Я так не думаю. Время, конечно, покажет, кто прав, кто не прав. Им, скорее всего, тоже нужна будет коалиция. Им тоже нужно будет думать о том, а с кем мы можем эту коалицию сделать. Потому что любая партия в Молдове сегодня должна осознавать, что практически нет партии, которая в одиночестве смогла бы составить правительство. Да, а они разберутся, господин Гелецкий. Это их вопрос. Вот сейчас я по вашему вопросу. Вы разделяете мнение, что демократы стали гораздо более правой партией? То есть они сделали несколько шагов и сейчас находятся именно там? Знаете, нам нужно тоже дать определение. Я на днях смотрел один короткий фильм по поводу того, чем отличаются правые партии от левых партий. И здесь в вопросах социальной политики, в других вопросах, она довольно такая центра левая партия. Она не такая уж правая партия. Ну, а что касается, может быть, геополитики, да, скорее всего, они передвинулись больше направо, поправее стали. Да, вот я вас благодарю. Господин Боля, вы как это прокомментируете? Вот смотрите, ведь раньше как говорили? Предвыборная риторика. Я сейчас вспомню, да, я сейчас вот точно вспомню, потому что Марьяна Ильич как выходила и говорил? Ну вот, мы долго мучились. С точки зрения политической, а с точки зрения в кентифик, да, они говорили, ну вот мы все-таки делаем эту коалицию господинам ГИМПу, мы мучаемся, мы страдаем, вот понятное дело, что мы не разделяем, но... Кололись, плакали, да, но продолжали выживать свою карту. Этого он не говорил, но я не знаю, думал ли он. Ну, приблизительно так. Нет, я считаю, что это чисто политическая риторика, где-то, можно сказать, предвыборный фальстарт, а может быть и желание, скажем так, мысли вслух Адриана Канду на будущее, после того, как они проиграют эти выборы в парламент, может баллотироваться в румынский сенат. У нас, скажем так, очень часто бывшие депутаты молдавского парламента, до сих пор были от либеральной партии, да, вот сейчас, может быть, от демократов, которые едут обратно к своим семьям в соседнюю страну и, скажем так, оседлав вот эту риторику неонистскую, проходят там в сенат, в румынский парламент и отдыхают там. Поняла вас. И не могу вас не спросить по одному тоже очень важному вопросу. Коалиционно как-то это обсуждалось, и я это знаю точно, потому что речь сейчас пойдет в данном случае об инициативе демократов по изменению Конституции. Ну, хотят они европейскую интеграцию. Обеспечить как? Несменяемый, несмываемый, как вы хотите, вектор, значит, в историю республики Молдова. Поддерживаете вы. Ну, вот что интересно. Когда формировали парламентскую комиссию, рабочую группу, да, кто будет заниматься этим? Так вот я заметила такой один нюанс. Отказались участвовать все, кроме вашей группы. Либералы сказали нет, либералы-демократы сказали нет, мы не хотим этим заниматься. Только вы вот поддержали, и двоих людей даже отправили. Это господин Карпов и Михаил Эспетару. Вот вас это не смущает? Такая сумасшедшая ответственность лежит и на вас тоже. Ну, меня это не смущает, потому что мы обсуждали этот вопрос в коалиции, остальные фракции, они не входят в парламентское большинство. Но они же тоже называют себя европейскими, проевропейскими. Я понял, но послушайте, что сделали остальные фракции. Например, возьму либерал-демократическую. Они поставили условие, если в эту группу будут обсуждать изменения 13-й статьи, и, кстати, подписали изменения 13-й статьи, то есть инициативу об изменении 13-й статьи, то они войдут в эту группу. Ну, демократы не захотели этот вопрос. То есть старый добрый шантаж. Да. Ты мне, я тебе. Спасибо. Да, я не захотел. У партии господина Гимб, партия господина Гимб тоже выдвинула свои условия. Мы согласимся, если вы там написали «Унирия». Если будет «Унирия», тогда мы тоже соглашаемся. Поэтому были, конечно, найдены какие-то извинения. А вот вы когда входили, вы какие-нибудь условия ставили? Может, вы тоже что-то хотели? Нет, дело в том, что для нас было это принципиально. То есть мы были проевропейскими, мы остаемся проевропейскими. Для нас, собственно говоря, мы и не искали каких-то там, не знаю что, зацепок. А для остальных эти были какие-то зацепки, чтобы они сказали, почему они не хотят в эту группу войти. А, то есть это просто зацепки или они на самом деле? Нет, я думаю, что это зацепки, потому что для них понятно, что все равно они декларировали, что они проевропейские, но они не хотели вот... О, золотое слово. Декларируют. Это хороший нюанс. А можно спросить, а когда вы станете промолдавскими? Вот всегда на протяжении последних... Проевропейские отвечают промолдавские. А про российские тоже не промолдавские, господи Дарья. Не ставьте, пожалуйста, знак равенства между проевропейскими и промолдавскими. Потому что промолдавскими это не проевропейские. Ваше мнение? Хорошо, я поняла ваше мнение. Ваше, ваше. Мне оно чрезвычайно было интересным. И вот под завершение эфира у нас есть с вами 5 минут, но вопрос, на мой взгляд, сложный. Постарайтесь как-то на него все-таки ответить. Вот слушают нас сейчас зрители и думают, боже мой, ну, не знаю, невозможно как-то, чтобы эти люди нашли какие-то точки соприкосновения. Власть, представитель власти, представитель оппозиции. А я хочу, чтобы вы подумали, сказали, возможно, все-таки какие-то точки соприкосновения. Для того, чтобы как-то вот у нас было как можно меньше кризисов, в том числе и конституционных. И чтобы нашу страну в связи с решением конституционного суда не полоскал только ленивый. Понимаете, да? Есть ли такие моменты? Ну, я думаю, что это возможно. Мы все-таки доказали. У нас есть много законов, когда мы голосуем единогласно. Ну, да, это, например, закон какой-нибудь ратификации какого-нибудь договора. Ну, бывает, конечно, ратификации. По сложению мандата депутата. Да, вот, кстати, тоже хорошая такая вот инициатива. Были какие-то вопросы по социальным, скажем, проблемам, с которыми гражданами сталкивается. Все эти вопросы, хотя, скажем, партия социалистов, которая в оппозиции всегда говорит, что хотелось бы, чтобы больше были эти повышения, то ли это одно, другое. Но любые социальные улучшения, решения, которые улучшают жизнь граждан, обычно голосуются единогласно, нет проблем по данным вопросам. Поэтому из точки соприкосновения. Сейчас, господин Болик вспомнит день оппозиции. Сколько законопроектов не было проголосовано ваше в тот день? Вот, как говорят, социальные законы голосуются. Ни одного. Нет, социальные законы, которые имеют финансовую поддержку. Потому что можно голосовать и популистские социальные. Мы об этом говорим. Я думаю, что все-таки этот, скажем, ресурсный исчерпан, но с другой стороны, поймите правильно, опять это суть демократии. Ну, нельзя стать перед собой задачей, чтобы вот и оппозиция, и власти, они настолько единогласно все вопросы решали. Да, боже, спасибо. Господин Гилецкий, они столь наивны. Да, потому мы должны реально тоже смотреть на вещи. Есть вопросы, которые люди должны увидеть разные точки зрения, чтобы увидеть, где истина. Что сказать, может, социалисты правы, а может, вот, народные европейцы правы в этом случае. Поэтому, в этом опять суть демократии. Нам дается свобода, право на ошибку. Но, с другой стороны, чтобы люди могли услышать и потом дать оценку на выборах, может быть, в каких-то там встречах с избирателями. Люди тоже тебе говорят замечания. Вот это немножко неправильно и так далее. Я понимаю вас, благодарю вас за мнение. Я потом буду двоих сразу комментировать. Господин Боля, есть ли какие-то точки соприкосновения, чтобы вы сказали, ну, вот не любим мы представителей правящей партии и их сателлитов. Ну, вот надо как-то с ними находить общий язык, надо общаться. Есть такие идеи? Лишь тогда, когда решения, которые должны быть приняты парламентом, идут во благо народу. Не эфемерному, какому-то проевропейскому будущему или непонятно что. А лишь тогда, когда решения во благо людей. Тогда, когда мы видим, что кто-то пытается принять определенное решение под кого-то, мы всегда будем это критиковать. Я не знаю, честно вам сказать, думаю, что после следующих парламентских выборов у нас будет стоять, скажем так, ребром станет вопрос по объединению страны. Разрешению Проднестровского конфликта. Вот тогда понадобится, конечно, я думаю, да. По крайней мере, какие-то общие решения. Та проевропейская коалиция оппозиционных партий, которая будет в парламенте, я надеюсь, что они оставят в сторонке все эти свои проевропейские возгласы и примут решение, проголосуют за то, чтобы страна опять воссоединилась. Если это не федерализация, не Козак-2, конечно, будем обсуждать. Сложно находить точки соприкосновения, когда у каждого из вас есть всегда реплика. У вас, кстати, больше их было сегодня, Каспангелецкие. Но я, конечно, благодарю. В новой студии я поздравляю вас, поэтому как-то, знаете, вдохновение такое пришло. Спасибо вам, да, спасибо на добром слове. Что могу сказать? Вы знаете, всегда власти оппозиции должны между собой спорить, я не знаю, как-то выяснять какие-то между собой, я не знаю, моменты, предлагать лучше какие-то законопроекты, но не должно быть в этом одной вещи. Никто не должен сомневаться, что при этом нарушается закон, и еще хуже, нарушается Конституция. И вот когда во своих взаимоотношениях власть и оппозиция дошла до такой точки, когда у нас решения Конституционного суда, мягко говоря, не подвергаются критике, мне кажется, это уже совсем не дело. Поэтому работать, конечно, есть над чем. Но вас благодарю за то, что приходили и пришли, за то, что обсуждали. Приходите к нам еще, будем говорить. Спасибо. Спасибо. Вы смотрели программу «Дело принципа», и я желаю вам всего самого доброго. Доброго вечера. Спасибо. Спасибо.